Диаконовой ничего не знал, пока не увидел случайно ее дневник в издательстве «Захаров» в магазине «Москва» на Тверской улице. Меня поразила фотография Лизы Диаконовой на обложке этой книги. Потом я уже узнал, что эта фотография была сделана в ателье Елены Мразовской. А Елена Мразовская – это первый профессиональный фотограф в России. Она училась у Нодара, у знаменитого французского фотографа Нодара, который, в частности, сделал фотографию Парижа с воздушного шара, с высоты птичьего полета. Она была его ученицей, она открыла свое ателье в Петербурге. И в 1900 году, перед тем, как уехать в Париж из Петербурга, Лиза пришла, не знаю, делала ли сама Мразовская, я думаю, что сама, судя по качеству этой фотографии. Но вообще ее фотографии Мразовской хранятся в Эрмитаже, как произведение искусства. Меня поразила эта фотография, этот взгляд ее, с одной стороны больной, с другой стороны непреклонной. Вот я увидел в ней некое такое воплощение русского декаданса, вот этого рубежа веков, судьбами людей того времени, очень ломкими такими, как само время. Очень модно тогда было кончать с собой, исповедуя принцип Фридриха Ницше, если жизнь не удалась тебе, то, может быть, тебе удастся смерть. Вот это просто на устах было у молодежи того времени. Я решил написать эту книгу, но я не стал бы ее писать на материале одного дневника, но я обнаружил ее архив. В рукописном отделе ее архив, который собрал ее брат Александр Диаконов. Он был актер, писатель. И вот он собрал этот архив, там были письма, были фотографии, еще какие-то интересные материалы. И вот тогда я, собственно, и написал эту книгу. Все вообще началось с фотографии, а потом, с того факта, который я узнал, что она очень странно погибла в Тироле, она лежала голая, с переломными ногами. И, собственно, так полиция не выяснила, что это был несчастный случай, самоубийство. Но не убийство, потому что не было следов, во-первых, насилия, а во-вторых, сережки остались, там деньги какие-то. А тема феминизма, вот, меня тоже интересовала, потому что Лиза, она шла на несколько шагов даже вперед русского женского движения того времени. Потому что они боролись за что? Они боролись за образование, за избирательные права, и за профессиональную востребованность женщин. Вот три кита, за которые они боролись. А она шла дальше, она, как бы, это видно по дневнику, вот она предвосхищала какие-то идеи уже более поздних феминистов, современных феминистов, что такое вообще женщина, как ей позиционировать себя в отношениях мужчине, почему мир построен на патриархальных основах, там, и так далее, и так далее. Вот. И это же трагическая история ее, действительно трагическая. Ее мать не пускала на эти бестужевские курсы, она с большим трудом туда поступила. Потом она мучилась в этом Париже, потому что, ну, с одной стороны, да, в Париже можно было учиться на юриста, а почему она хотела выучиться на юриста? Вот она училась в Соргоне на юриста. В России женщина не могла быть юриста. Ни адвокатом, ни присяжным поверенным, ни прокурором, ни следователем, ничего. И Лиза пишет в дневнике, ну, понятно, потому что мужчины как бы создают те законы, по которым мы живем. Она хотела создавать, участвовать в создании законов, которые будут участвовать интересы женщин. Ну, с другой стороны, не получилось. Она просто не потянула, потому что это трудно было, правда, тогда. Женщине добиться какого-то самостояния, известности, это было трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова